Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну, тут вот мне передали несколько вопросов от замечательной женщины, которая работает, занимается. Ну, вот моя помощница передала вопросы, и я думаю, что там ответы передавать, когда, может быть, они заинтересуют и других людей тоже. Хорошо. Скажите, мы сейчас убираем квартиру, и многое, отданное и подаренное нам, что может являться подкладом, выносим на мусор. После выноса подкладов они теряют былую силу. Это вопрос. Ну, в общем-то, подклады, знаете, это как бы радиация. То есть, радиация фонит. То, что вы выносите их, в принципе, хорошо. То есть, вот это ядовитое воздействие вы убираете из своего дома. В принципе, конечно, надо тестировать. Не то, чтобы там все выносить, да, попробовать рукой, что излучает. Попробовать почувствовать, свою чувствительность наработать, что излучает вот данные вещи. Да, может быть, те намерения, что в них вложены. То есть, неразумно подклады просто выбрасывать. Нужно, если они пришли в вашу жизнь, Вселенная их привела, то означает, что вы можете их как бы протестировать, обесточить. Ну, если у вас не получается их обесточить, то, значит, выбросить, но уже понимая, откуда и почему, считав с них информацию. То есть, подклад, конечно, лучше выбросить, каким-то образом утилизировать, чтобы он не фонил, не отравлял ваш дом. В течение времени теряют ли подклады былую силу? В принципе, да. Они как бы тоже немножко выветриваются. Но лучше убирать. Значит, еще, значит, вопрос. То есть, я правильно понимаю, что пока подклады лежат в доме, только отливы. Отливы помогут временно. А когда избавляется от подклады и отлиться, тогда воздействие уходит на совсем. Ну, да здесь как бы пересолить невозможно. В принципе, ну, отливы тоже силу подклада забирают. То есть, они убирают это воздействие, но зависит от глубины и мощи вложенной. Вот той злости и тех намерений, что злые люди пытались в ваш дом поднести. То есть, нормально очищать свой дом, нормально убирать подклады, обесточивать их. Ну, отливаться – это тоже как бы тоже фактор такой уборки. Значит, еще. Правильно я понимаю, что человек может не уметь колдовать конкретно и целенаправленно, но своим отношением и обращением уже происходит воздействие, и появляются энергетические змеи с подключениями. Да, да. То есть, злое колдовство – это не обязательно какие-то обряды. Это может быть и просто злой человек. Вот сидит какая-нибудь бабка или мужчина и желает зла кому-то. И от него вот это исходит. Это может выражаться в виде змей, червей. Тем более, если человек злой и заражен бесноватый. То есть, его действия уже можно считать злым колдовством. Так что, драгоценные мои друзья, видите, в три минуты я уложился. Ну, вопросы, вопросы. Надеюсь, они помогут не только этой замечательной женщине, но и вам тоже. Все драгоценное. Пока. Счастливо.